то на ключевые позиции Министерства и Ведовства зачастую назначаются люди абсолютно никому неизвестные, абсолютно непонятные ни широкой публики. Вообще юристы говорят, что криминалистика – это простейшая форма юриспруденции, ее выбирают люди, не способные к каким-то другим сферам. Не буду так утверждать, потому что я не настолько эксперт. Наметились очень странные тенденции к ревизии того, что было в период до прихода Хабирова в Республике Башкортостан. Почему-то господин Полстовалов не выдвигает претензий ни к господину Шерышеву, который не выполнил даже минимальные обязанности, которые были на него возложены, я имею в виду строительство этого дома, ни к господину Искужину, который заключил эту весьма сомнительную сделку и странную цену назначил за этот драгоценный участок. Почти каждый новый губернатор начинает свою деятельность с заверения о том, что он не будет никого увольнять, трогать, репрессировать и так далее. И почти каждый новый губернатор начинает с увольнения, репрессий и гонений. Ну, такова жизнь, такова традиция российской власти. Хабиров тут тоже не исключение. Все последние месяцы, все последние пять с половиной месяцев мы наблюдаем интенсивную смену кадров, в первую очередь, в высшем руководстве республики. Но уже сейчас и вниз начинает опускаться это действие. Пристально за этим наблюдаем. Конечно же, кадровая политика Хабирова на данном этапе характеризуется в крайней степени приверженностью к своим близким, знакомым, друзьям. Раньше это называлось кумовство. Не знаю, как называется это сейчас. Но это очень четко и ярко выражено. Это в большей степени выражено, чем это было при Хамитове. Более того, вот это стремление Хабирова назначать своих на руководящие посты породило даже некое движение поддельных хабировцев. Тут, значит, каждый третий и каждый второй уже рассказывают у нас в байке о том, как он был партизаном и секретным агентом Хабирова во все кровавые годы Хамитова. Но это ладно, это из разряда комичного. Мы же пока поговорим о серьезном и о важном. Массовый приход во власть так называемых хабировских и красногорских абсолютно не мог остаться незамеченным. И если в города и районы еще худо-бедно назначают людей, которые хоть как-то относились к этим городам и районам, я имею в виду иногда это замы бывших руководителей, иногда люди, имеющие отношение в прошлом к району, то на ключевые позиции министерства и ведомства зачастую назначаются люди абсолютно никому неизвестные, абсолютно непонятные ни широкой публике, ни узкому кругу специалистов. И было бы резонно задать вопрос и разобраться, кто же эти люди. Почему им Хабиров доверяет и почему мы им должны доверять? Дело в том, что все-таки по нынешним временам одного доверия одного человека на самом деле недостаточно для того, чтобы быть уверенным в компетентности и эффективности у руководителей. Тем более, что на посты, подобные Минздраву, Министерству имущественных отношений, Министерству образования, назначаются люди, которые в меньшей степени имеют отношение к Башкирии, чем те, кто работают здесь многие годы. Вообще вопросов очень много и сегодняшнюю передачу я буду строить именно на вопросах, потому что зачастую я обнаруживаю некие противоречия, но абсолютно не понимаю их причины, потому буду формулировать это в виде вопросов. Ну и первый вопрос, почему мы должны доверять этим управленцам? И неужели мы должны им доверять? А желательно было бы, чтобы мы как население им доверяли. Только потому, что им доверяет Ради Хабиров. Это самый главный вопрос. Дело в том, что иных причин нам пока не было ни выдано, ни объяснено. Компетенции многих назначенцев Хабирова, мягко говоря, вызывают вопросы. У многих из них нет никакого опыта и стажа работы в тех областях, в которых они теперь трудятся, руководя огромными отраслями. Вообще это очень существенный вопрос. Почему мы должны доверять назначенцам Хабирова? Дело в том, что со стороны Хабирова не поступает никаких пояснений. Он нам приносит человека и говорит, вот вам новый министр. Как он говорит, хотелось бы сказать о некоторых кадровых изменениях. И дальше оглашает фамилию. Но люди, получившие в руки управление гигантскими отраслями, я имею в виду Минздрав, Министерство имущественных отношений, Министерство образования и так далее, и так далее. Эти люди должны как минимум иметь авторитет и пользоваться доверием населения и управленческого сообщества. Зачастую тех, кого приводит Хабиров, вообще нельзя охарактеризовать никак. И он тоже не потрудился этого сделать. Зачастую масса вопросов к их компетенциям, хотя бы с точки зрения опыта работы. Кое-кто из них вообще никогда не работал в этих отраслях и областях. Важно это понять сейчас, чтобы оценивать деятельности этих товарищей в дальнейшем, чтобы понимать, насколько они эффективны, насколько они вообще способны работать на этих местах. Дело в том, что вот это кумовство, вот это назначение по дружбе и, так сказать, отдавание прошлых долгов, это все, конечно, очень мило выглядит. Это все выглядит как какая-то крепкая дружба, исполнение обязательств и так далее. Но четырехмиллионный регион не должен быть заложником крепкой мужской дружбы. В кулуарах Белого дома уже гуляет анекдот о том, что если ты был дворником в Красногорске, то в Уфе ты будешь замминистра ЖКХ, если ты был кассиром в банке, то возглавишь экономический департамент в правительстве, ну, если возглавлял центр сберком маленького городка, то получишь четырехмиллионный избирательный округ, ну, а если уж ты хорошо играл в футбол, то либо партию получишь в управлении, либо целый башинформ. Ну, анекдоты анекдотами, однако наш сегодняшний герой, я имею в виду Олега Владимировича Полставалова, нынешнего вице-премьера и министра земельных и имущественных отношений республики Башкортостан, так вот он был всего лишь начальником юридического отдела того самого маленького захолустного городишки Красногорск, размером всего лишь с Ленинский район города Уфы, но теперь это целый вице-премьер. И вот сегодня цикл передач о хабировских назначенцах мы начнем именно с Олега Владимировича Полставалова. Олег Владимирович Полставалов родился в Уфе в 1974 году и без преувеличения вся его жизнь связана с Башкирским государственным университетом, а именно институтом права, который он благополучно закончил в 1996 году и в котором он остался работать практически до 2017 года. То есть получается, что 21 год с небольшими перерывами господин Полставалов трудился в Башкирском государственном университете. Он прошел полностью всю карьерную лестницу от стажера кафедры до исполняющего обязанности директора юридического института. На этой должности, на должности директора юридического института он сменил в 2005 году ради Хабирова. Собственно, связь Полставалова и Хабирова, очевидно, происходит из Башкирского государственного университета и из его института права. Все мы помним, сколько безобразных, отвратительных и, я бы сказал, лживых легенд ходило о институте права, когда им управлял ради Хабиров. Сколько грязи и лицемерной лжи было вылито на это славное заведение. Я имею в виду легенды о том, что там вход и выход платный, все зачеты и экзамены нужно сдавать за деньги, учатся там только блатные детки и так далее. Я не знаю, насколько на самом деле нынешнее состояние кадров в юриспруденции Башкирии напрямую связано с тем периодом работы ради Хабирова, но на самом деле именно сейчас в силе, в должностях, в фактическом функционале те самые юристы, которые учились тогда у ради Хабирова, но и впоследствии у господина Полставалова. Я не буду заявлять и утверждать, так как не могу доказать этого, то, что юрфак БГУ тех времен – это до крайности коррумпированное заведение, выпускавшее никчемных и ненужных юристов в Республику Башкортостан. Однако многие мои собеседники и тогдашние сотрудники господина Полставалова, конечно, не приминули намекнуть об этом и не приминули намекнуть о том, что господин Полставалов был непосредственным преемником ради Хабирова в Институте права со всеми вытекающими, со всеми сохранениями этих добрых традиций вуза. Но я думаю, что рано или поздно кто-то из тех, кто работал или учился в то время в Институте права, найдется и раскроет нам глаза, как было на самом деле, потому, повторюсь сейчас, утверждать этого не берусь, рассказываю только легенды. Так вот, господин Полставалов долго и успешно трудился в Институте права, заместив там ради Хабирова. В его биографии есть одна странная история, которая пока еще до конца не выяснена. Эта история относится к 2005 году. И вот чем она заключается. Именно в 2005 году исполняющий обязанности директора Института права Олег Владимирович Полставалов, а вернее его полный тезка Олег Владимирович Полставалов, но возможно не этот, попадает в достаточно серьезное ДТП с очень крупными и тяжелыми последствиями, однако выходит сухим из воды. Я еще раз повторю, я не утверждаю, что это нынешний вице-премьер и министр земельных и имущественных отношений был. Это был его полный тезка, который по стечению обстоятельств тоже имел отношение к Институту права. Есть информация о том, что кое-кто вытащил его из этой беды, и этому кое-кому Олег Владимирович теперь обязан по гроб жизни, но об этом мы поговорим как-нибудь в последующем. Здесь речь идет о том, что начала появляться некая цепочка обязанностей, зависимостей. Ну и естественно первая эта зависимость была, конечно, от Радия Хабирова, который унаследовал Олегу Полставалову должность в Институте права, ну и так далее. Движемся дальше по карьерному пути вице-премьера Полставалова. И вот с уходом Хабирова в Москву и приходом в Уфу Хамитова у Олега Владимировича наступают мрачные времена, такая темная полоса на зебре его жизни. Олег Владимирович как-то публично даже обвинял Хабирова в то время в том, что его бросили, но это было уже в 2014 году, цитируя, обвинил Хабирова в том, что его бросили и уже пять лет ему не помогают. Я не знаю, правда, чем обязан был Хабиров ему помогать. Но, в общем, с приходом Хамитова у Полставалова наступили тяжелые времена. Он был вынужден уйти работать в боксу в 2012 году. К этому времени он стал уже профессором. Потом он возглавил кафедру криминалистики в БГУ, вернувшись в юридический факультет. Ну и в 2017 году с уходом Хабирова из администрации в Красногорск Олег Полставалов перебирается в Красногорск и возглавляет там юридический департамент местной Красногорской администрации. Немного о компетенциях. Господин Полставалов в обширной сфере юриспруденции выбрал себе попроще криминалистики. Ну, вообще, юристы говорят, что криминалистика – это простейшая форма юриспруденции. Ее выбирают люди, не способные к каким-то другим сферам. Не буду так утверждать, потому что я не настолько эксперт. Однако, господин Полставалов защитил две свои диссертации именно в области криминалистики, а конкретно говоря, в области профилактики преступлений несовершеннолетних. Обратим на это внимание, это та самая специализация, в которой у господина Полставалова есть полные компетенции. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Хотя мы уже работаем над тем, чтобы провести экспертизу диссертаций господина Полставалова. Хотя бы для того, чтобы убедиться в абсолютной и не сомневаться нисколько в его компетенциях. Так как мы, например, проводили экспертизу господина Валеева, нашего председателя ЦИК, и экспертизу довольно смешной тоже юридической диссертации господина Михайлова, который возглавлял внутриполитический блок в администрации Хамитова. Так вот, диссертацию Полставалова мы обязательно будем проверять. Почему важно понимать, на какую тему написана диссертация Полставалова? А вот почему. Потому что его трудовой путь, как теперь выясняется, не имеет ничего общего с тем, чем он занимается нынче на посту в правительстве Республики Баскартостан. Господин Полставалов не имеет никакого опыта административной деятельности, если не принимать во внимание всего лишь год работы в администрации небольшого подмосковного городка. Я не знаю, насколько были нарушены нормы законодательства о государственной службе. Дело в том, что при приеме на определенные должности государственной службы, а уж я не говорю про должности вице-премьера и министра, существует некий ценз опыта работы на руководящих должностях. И этот ценз, чем выше должность, тем он выше. Имеется в виду, что человек должен проработать 3, иногда 5 лет по условиям этих законодательных норм на руководящей должности. Олег Полставалов на руководящей административной должности проработал всего один год. Потому что из его биографии следует, что с 2017 по 2018 год, будем считать, что это был полный год, он был начальником правового управления администрации города Красногорска. До этого он работал только на педагогических и преподавательских должностях. Это вопрос, конечно, к юристам. Каким бы оксюмороном это все не звучало, но вопрос об этих юристах, он действительно адресован к юристам. Но на этот момент нужно обратить внимание и как-то дать ответ, наверное, на этот вопрос, каким образом граждане абсолютно без административного опыта становятся у нас крупными, крупными государственными чиновниками, вице-премьерами и министрами. Несмотря на то, что о господине Полстовалове крайне мало информации в интернете, очень мало фотографий, он никогда не вел соцсетей, никогда, в общем-то, не оставлял особых следов за собой. Кое-что все-таки удалось узнать, особенно из его биографии времен работы в Институте права. Его сослуживцы говорят в один голос, на самом деле, говорят о том, что фактически во время работы господина Полстовалова на посту руководителя Института права, фактически его функции исполнял Азад Галимханов, а господин Полстовалов предпочитал, в общем-то, проводить основное время в праздности и веселье. Не буду утверждать, что это достоверные факты, однако таковы отзывы его сослуживцев. Я не стану приводить другой информации, которую мне дали о времени руководства господином Полстоваловым Института права, потому что эта информация находится там, как бы сказать, помягче за пределами общечеловеческой этики и может быть расценена как клевета, потому что, скажем так, документальных подтверждений с моей стороны участия господина Полстовалова в некоторых нелицеприятных событиях в этом институте у меня нет, потому не буду пока пользоваться, хотя говорят много и плохо. Кроме всего прочего, отмечают некую злопамятность господина Полстовалова в отношении тех преподавателей, которые, в свою очередь, его обучая в этом же институте, а студентом он был слабеньким, ну, всячески требовали от него исполнение студенческих обязанностей, видимо, в ущерб самолюбию юного юридического дарования. В общем-то, придя к власти в институте, господин Полстовалов отыгрался на пожилых профессорах, что, собственно, конечно, не делает ему чести. Ну и еще один важный аспект, важный факт, такой штрих к портрету господина Полстовалова периода до ухода в Красногорск. Я бы отметил, что неизменным покровительством силовиков со стороны прокуратуры господин Полстовалов всегда пользовался, и вот история с аварией, наверное, все-таки аварией, в которой, возможно, вероятно, участвовал господин Полстовалов, тому иллюстрации. Так вот, главным покровителем со стороны силовиков, со стороны прокуратуры у господина Полстовалова был Рамиль Гарифуллин, тот самый золотой прокурор, о котором много-много говорено и так далее. Круг потихонечку замыкается, и примечательно то, что, когда у Рамиля Гарифуллина начались вот эти знаменитые проблемы с законом и всеми вот этими отставками и арестами, именно господин Полстовалов был первым, кто отказался, открестился от дружбы с господином Гарифуллиным и всячески прервал свои отношения с ним, что тоже, конечно, характеризует его как человека. Несмотря на все странности с компетенциями господина Полстовалова, несмотря на его образование криминалиста, придя на должность временно исполняющего обязанности губернатора Башкортостана, Радий Хабиров назначает Олега Владимировича Полстовалова министром земельных и имущественных отношений, ну и параллельно вице-премьером правительства. Позиция эта более чем ключевая. В распоряжение господина Полстовалова попадает весь имущественный комплекс государственной собственности Республики Башкортостан, а также те части федеральной собственности, которые переданы в управление Республики Башкортостан. Господин Полстовалов уже стал представителем Республики Башкортостан в ключевых крупнейших предприятиях, таких, например, как Башнефть. Господин Полстовалов принимает все важнейшие решения в отношении приватизации и имущественных отношений в Республике. Соответственно, сомневаться в том, что эта должность грандиозная и ключевая, не приходится. Вообще, в отношении к государственному имуществу существуют две основные концепции. Первая концепция того, что государство плохой менеджер и государство должно избавиться от излишнего имущества, продать его, приватизировать, передать частному сектору, а частный сектор будет пополнять казну за счет налогов, получаемых с этого имущества и процессов, связанных с эксплуатацией этого имущества. Вторая концепция – это концепция того, что государство должно владеть максимально большим количеством имущества и земли, эксплуатировать его, получать прибыль, ну и в данном случае, получается, платить само себе налоги, ну и так далее. Так вот, судя по выступлениям и заявлениям Хабирова, сделанными в первых месяцах его правления, он сторонник, конечно, второй концепции. Мы помним, как Хабиров гневно заявил, что мы обязаны защитить, сохранить, вернуть и так далее, по его мнению, разбазаренное имущество республики. Мы помним, как он яростно потребовал не допустить банкротства и продажи башкирского дома печати и так далее, и так далее. Очевидно, что Хабиров в этом смысле государственник и приверженец большого массива государственного имущества. Особенно в этом смысле противоречит концепция Хабирова и Полстовалова в контексте того, что Полстовалов, придя на должность, начал спешно готовить к приватизации крупнейшие предприятия из числа собственности республики Башкортостан. Это и сельхозпредприятия, это и наши замечательные санатории, и еще кое-что. Речь идет и о продолжающемся банкротстве речного порта и так далее, и так далее. Я думаю, что в скором времени он подберется и к собственности в аэропорту, которая вообще является у нас тут такой заветной мечтой всех правителей и так далее. Еще раз повторю, концепция господина Полстовалова несколько противоречит концепции ради Хабирова. Но да ладно, это мы еще обсудим. Кроме всего прочего, наметились очень странные тенденции к ревизии того, что было в период до прихода Хабирова в республике Башкортостан. И это достаточно опасная история. Вот почему. Во-первых, в эту ревизию господин Полстовалов, насколько мне известно, активно втягивает силовиков. Это опасно с точки зрения вовлечения силовиков в несвойственные процессы. Это опасно с точки зрения провоцирования силовиков на незаконные действия. А подобные вещи уже практически происходят. Кроме всего прочего, любая ревизия, любой пересмотр ранее принятых решений всегда чреват существенным возрастанием уровня конфликтности в регионах и в Башкирии, в частности, существенному росту расслоения и конфликта у элит, за что, собственно, пострадал и был уволен фактически господин Хамитов. Говоря проще, говоря русским языком, в России вообще-то целесообразнее сохранять тот паритет, который существовал на момент смены региональной власти, нежели пересматривать его в свою пользу. А вот насчет пересматривать в свою пользу мы должны поговорить более подробно. Как ни странно, концепция ревизии решений, принятых при Хамитове, в руках Полстовалова, выглядит очень странным образом. Как ни странно, речь вовсе не зашла о возврате активов, незаконно полученных в период Хамитова, обратно в казну. Как ни странно, мы наблюдаем очень опасные и очень странные события, а именно то, что по городу Уфе и по Башкирии вдруг начали курсировать какие-то странные посредники, которые пока безадресно, пока еще не называя фамилии своих заказчиков, начинают отжимать, выражаясь сленгом 90-х, некую собственность в пользу своих новых хозяев. Я не буду утверждать, что речь идет о том, что кто-то отнимает собственность в адрес, например, Олега Полстовалова или его приближенных. Но с приходом господина Полстовалова эти события участились. Более того, уже федеральные силовые ведомства обратили внимание на эти рейдерские захваты и попытки вымогательства. На прошедшей неделе уже арестован один из посредников, который имеет непосредственную связь, по моим сведениям, с одним из высокопоставленных чиновников в правительстве Республики Башкортостан. Я, к сожалению, пока не могу дать подробности этого события, хотя знаю, кто и что, и за что арестован по этому эпизоду, но я надеюсь, что со временем эта информация будет достоянием гласности, и мы поймем, о чем идет речь. Именно вот на это я обращаю внимание. Если бы речь шла о каком-то там благородном порыве вернуть незаконно отобранное, это было бы еще полбеды, особенно если бы это все происходило в рамках законности. Но когда новая команда, новая группа во власти, придя к власти, начинает перекраивать под себя имущество и собственность, прикрываясь тем, что предыдущая команда якобы совершила какие-то незаконные действия, при этом не утруждая себя доказательствами этого всего в судах или в каких-то юридических инстанциях, вот тогда, конечно, это вызывает тревогу. Повторюсь, я пока говорю об этом абсолютно безадресно. Я пока не привязываю эти события непосредственно к господину Полстовалову. Я связываю лишь хронологически, что с приходом господина Полстовалова эти события у нас участились в республике и продолжают учащаться. Посмотрим, связано ли это непосредственно с господином Полстоваловым или это всего лишь совпадение. Хотя таких совпадений, скорее всего, не бывает. Чтобы понять сущность подходов криминалиста по образованию и министра имущественных и земельных отношений к этим самым земельным и имущественным отношениям, мы, наверное, сегодня разберем один конкретный кейс. И на примере земли в цветах Башкирии, тех самых многострадальных цветах Башкирии, поймем, каким образом трактует господин Полстовалов вопросы государственных интересов, каким образом он юридически интерпретирует правильность, неправильность решений, и каким образом господин Полстовалов относится к решениям судов различных инстанций. История с земельным участком в цветах Башкирии длинная, ей как минимум уже 8 лет. И история эта трагическая хотя бы потому, что с ней связаны вот эти все события с долгостроями, которые сейчас до сих пор продолжаются на территории этой земли, с какими-то странными сделками, с господином Абызовым и прочими вещами. Но кроме всего прочего, оказывается, как выяснилось теперь, сам переход этой земли из государственной в частную собственность был связан с весьма драматичными и сложными событиями. И чтобы понять, что там происходило, мы должны вернуться в далекий 2011 год. И вот что тогда случилось. 15 декабря 2011 года закрытое акционерное общество «Цветы Башкирии» обратилось в Министерство земельных и имущественных отношений, которым тогда управлял господин Искужин, с просьбой о приватизации земельного участка, которым это закрытое акционерное общество пользовалось к этому моменту. 25 апреля, практически через 4 месяца, господин Искужин окончательно отказал закрытому акционерному обществу в приватизации этой земли. С чем связано такое длинное раздумие, я не знаю. Но уже к 16 октября 2012 года арбитражный суд, в который обратились «Цветы Башкирии», признал решение господина Искужина незаконным и обязал Министерство земельных и имущественных отношений продать землю закрытому акционерному обществу «Цветы Башкирии». В принципе, достаточно стандартная ситуация, хотя непонятно, почему так долго тянул господин Искужин, почему господин Искужин не опротестовывал решение арбитражного суда, мы этого не знаем. И уже 10 июня 2013 года распоряжением правительства и договорами купли-продажи была зафиксирована сделка о передаче собственности закрытому акционерному обществу «Цветы Башкирии». Внимание! 203 гектаров земли в непосредственной близости от города Уфы, фактически в черте города, 203 гектара земли были проданы за 5 миллионов 245 тысяч рублей. Это феноменально низкая цена. На тот момент объяснялось тем, что таковы пропорции, коэффициенты и методики расчета стоимости, исходя из того, что земля сельскохозяйственных назначений имеют очень большой понижающий коэффициент и так далее, и так далее, и так далее. И вот в итоге получили настолько низкую цену. Напомню, что примерно на таком же и даже большем удалении от Уфы, ну от центра города Уфы, потому что фактически это территория Уфы, участки земли стоят, ну скажем, гектар можно купить за 5 миллионов рублей, где-то за 4 миллиона рублей. А здесь 203 гектара были проданы за 5 с небольшим миллионов рублей. Господин Искужин не опротестовывает эту стоимость, фактически согласен с ней, и сделка вроде как состоялась, после чего ЗАО «Цветы Башкирии» спешным образом регистрирует свои права на эти земельные участки, размежевывает их, изменяет разрешенную форму использования на строительство, что, само собой, конечно, было понятно, и спешно продает часть этих участков частным физическим лицам. Видимо, в том числе в этот момент участки были проданы под застройку вот тем несчастным кооперативом «Цветы Башкирии», и все шито-крыто. Конечно же, огромное количество вопросов господину Искужину, на каком основании, почему, как так, ну, в общем-то, человек, который должен был стоять на страже интересового государства, практически бесплатно передает вот такой гигантский пригородный участок земли, прекрасно пригодный для застройки и потому стоящий гигантских денег, на самом деле, за такие ничтожные деньги. Но почему-то господину Искужину никто вопросов тогда не стал задавать. Я не знаю, связано это ли его с его дружбой, с господином Хамитовым, или еще с какими-то причинами, возможно, с колоссальными связями господина Искужина в прокуратуре, где он прежде работал. Не знаю. Но, тем не менее, господин Искужин вышел сухим из воды, претензий к нему никаких на этот счет не было. Движемся дальше. В августе 2014 года правительство республики Башкортостан и тогда уже министр по земельным и имущественным отношениям господин Гурьев своим распоряжением за номером 834 от 14 августа 2014 года изменяет кадастровую стоимость этого участка, причем кардинальным образом изменяет, с 5 миллионов до 206 миллионов и обращается в арбитражный суд в попытке признать недействительными договора купли-продажи земельных участков вот этих цветов Башкирии, которые заключил господин Искужин. По сути, господин Гурьев попытался вернуть эту дорогостоящую собственность в состав собственности республики Башкортостан. Однако, в октябре 2014 года арбитражный суд Республики Башкортостан отказывает Министерству земельных и имущественных отношений в своих претензиях. А также в июне 2015 года арбитражный суд Уральского региона окончательно подтверждает отказ в отмене этих договоров о купли-продаже. Гурьев не оставил своих попыток как-то исправить ситуацию и в декабре 2015 года получает определение Верховного суда Российской Федерации, где указано, что решение судов нижней инстанции, конечно же, не отменяется. Но Верховный суд Российской Федерации направляет дело на пересмотр в арбитражный суд РБ с указанием, что не исследован вопрос о площади земельных участков, необходимых для эксплуатации цветов Башкирии, недвижимости, которая находилась на этих участках. По сути, речь зашла о том, чтобы хоть в какой-то степени пересмотреть условия купли-продажи вот этой земли. Ну, согласитесь, 5 миллионов за 203 гектара это просто немыслимо. Это бесплатно фактически. С этого момента, а именно с марта 16-го года Министерство земельных и мощных отношений Республики Башкортостан, которое возглавлял тогда господин Гурьев, перешло хоть к каким-то переговорам с цветами Башкирии, с господином Шерышевым, о том, каким образом можно компенсировать вот эту несправедливость, которую, ну, так назовем мягко это несправедливость, хотя, если честно, я бы называл это воровством, которое произошло вот при участии господина Шерышева и господина Искужина. 25 мая 16-го года Арбитражный суд Республики Башкортостан утвердил мировое соглашение между цветами Башкирии и Министерством земельных и мощных отношений. То самое мировое соглашение, которое стало продуктом обсуждения перспектив дальнейших судебных тяжб, собственно, о чем указано в определении Конституционного суда о том, что при заключении мировых соглашений должна, в первую очередь, оцениваться перспектива дальнейших судебных разбирательств. Так вот, стороны пришли к тому, что цветы Башкирии компенсируют вот эту несоразмерность при заключении договоров, спроектировав и построив на территории цветов Башкирии 33-квартирный дом и передав этот дом в собственность Республики для дальнейшего распределения этих 33-х квартир между нуждающимися которым обязано государство выдавать квартиры. Общая стоимость этого, условно говоря, действия, этой компенсации где-то в районе 55-57 миллионов рублей. То есть, эта речь, конечно, не идет о полной стоимости компенсации той кадастровой оценки, которая была произведена, ну, хоть что-то. Собственно, на этом история должна была бы закончиться. По мировому соглашению, которое, напомню, утверждено арбитражным судом, дом этот должен был быть построен к концу 2019 года. Насколько мне известно, этот дом так и не начал строиться. Цветы Башкирии не выполнили своих обязательств по этому мировому соглашению. Собственно, казалось бы, здесь напрашивается история о том, что, ну, надо бы вернуться к этим вопросам и начать разбираться и пытаться, значит, их переоценивать и добиваться решения этого вопроса. Но тут меняется власть. На место господина Гурева приходит господин Полставалов и что же он делает? Как ни странно, он достает на поверхность всю эту историю. Как ни странно, он вовсе не имеет никаких вопросов к господину Искужину, который продал за 5 миллионов эту землю. И господин Полставалов инициирует расследование, разбирательство правоохранительных органов именно в отношении недостаточной, скажем так, настойчивости Министерства земельных и мощных отношений в отношении вот этих договоров. По мнению господина Полставалова, МЗИО, Министерство земельных и мощных отношений должно было расторгнуть договора, не признавать эту сделку и так далее. Но позвольте, есть решение всех инстанций судов. Решение суда, как известно в Российской Федерации, носит силу закона. Требовать от Министерства земельных и мощных отношений не соблюдение закона, а тем более ставить это в вину по меньшей мере глупо, даже для меня, не говоря уже о дипломированных докторах юридических наук. Тем не менее, господин Полставалов настаивает на том, что Министерство земельных и мощных отношений при прежнем руководстве преступным образом не исполнило своих священных обязанностей по защите государственного имущества. Почему-то господин Полставалов не выдвигает претензии ни к господину Шерешеву, который не выполнил даже минимальные обязанности, которые были на него возложены, я имею в виду строительство этого дома, ни к господину Искужину, который заключил эту весьма сомнительную сделку и странную цену назначил за этот драгоценный участок. Этот случай на самом деле очень хорошо характеризует те юридические подходы, которые практикует господин Полставалов. Попытка ревизировать давние решения, закрепленные решениями судов всех инстанций, по меньшей мере выглядит странно. Однако, это не единственная история, за которую сейчас цепляется господин Полставалов, и как ни странно, имущественные перемещения, которые закладываются во все вот эти вопросы ревизии, почему-то нацелены не в сторону государственной казны. Вот это меня особенно тревожит. Когда в Башкирии, уже в Хабировской Башкирии, начали пытаться решать задачу обманутых дольщиков, возник вопрос о том, что надо бы изыскать средства из государственных источников для решения неких проблем по неким объектам. И правительство предложило Министерству земельных и имущественных отношений рассмотреть вопрос финансировать достройку объектов за счет, например, прибыли крупных государственных предприятий. Например, за счет прибыли аэропорта профинансировать достраивание проблемных объектов долевого строительства. Господин Полстовалов в этот момент был категорически против. Он фактически отказался финансировать из государственной казны за счет доходов госпредприятий социальные проблемы региона. Это очень странно выглядит и тоже характеризует господина Полстовалова в части его отношения к имуществу и государственному имуществу в частности. Ни для кого не секрет, что у господина Полстовалова давний и основательный конфликт с господином Абдрахимовым, вице-премьером по строительству. Я не знаю до конца, насколько этот конфликт выстроен на том, что брат господина Полстовалова, строитель, не может войти пока в республику Бахкартостан со своими проектами. Проекты эти странные как минимум. Это опять модульное строительство. Собственно, это случается с каждым новым губернатором, которому пытаются воткнуть эту идею. Не дай бог брат господина Полстовалова сможет воткнуть эту идею Хабирова. Мы опять понесем убытки и так далее. Я не утверждаю, что на этой почве поссорились Полстовалов с Абдрахимовым, но очевидно то, что человек, управляющий имущественным комплексом в республике Башкартостан находится в достаточно конфликтных отношениях, уже находится в таких отношениях со своими ближайшими коллегами в правительстве. Еще хотелось бы отметить один тревожный момент. Это чрезвычайно тесное сотрудничество господина Полстовалова с ведущими арбитражниками республики Башкартостан, назовем это так, я имею в виду какую-то неестественно интенсивную дружбу господина Полстовалова с господином Шуваровым. Белый Мерседес с тремя семерками, принадлежащий руководителю СРО УралСИП арбитражных управляющих господину Шуварову, практически постоянно уже теперь припаркован около Министерства земельных и имущественных отношений. Господин Шуваров практически не покидает кабинета Полстовалова и все это наводит на мысль о том, что действия с собственностью в республике Башкартостан все больше и больше будут производиться через механизмы банкротства. Именно через то, чего мы так боимся. Потому что банкротство предприятий и дальнейшая передача их из рук руки помимо смены владельца несет за собой еще и катастрофические последствия для работников, для бюджета, для налогов и так далее. Но господин Шуваров как предвестник вот этих массовых банкротств основательно поселился в Министерстве земельных и имущественных отношений. Массу вопросов вызывает, конечно, и стиль управления министерством. Сотрудники министерства откровенно жалуются на свое начальство, жалуются на то, что начальство слишком много времени проводит в примыкающей к офисам бильярдной. Многие не понимают, как можно из бильярдной руководить ключевым министерством. Многие сотрудники жалуются на некие этические аспекты, которые внезапно появились и которых совсем не было в последние годы. Уж что-что плохого не говорили про Хамитова, но ни пьянства на рабочем месте, ни какого-то домогательства и разврата при Хамитове в аппарате управления республикой замечено не было. Но времена меняются. В общем, хотелось бы резюмировать и задать основные вопросы, которые мы задавали сегодня в отношении господина Полстовалова. Первое. Достаточно ли компетенции у господина Полстовалова, чтобы занимать эту должность? Второе. Соблюдены ли все нормы законодательства о государственной службе при назначении господина Полстовалова на эту должность, учитывая практически полное отсутствие его опыта управления и администрирования? Третье. Будет ли меняться концепция отношения к имуществу с концепцией Радия Хабирова на концепцию Олега Полстовалова, потому что очевидно, что они противоречат друг другу? Четвертое. Насколько закономерно появление в Уфе и в Башкирии огромного количества конфликтных зон, связанных с имуществом, появление аспектов вымогательства и давления на собственников с приходом новой команды? Ответить на эти вопросы было бы желательно в ближайшее время, потому что вопросы имущества, вопросы и для региона, и для государства в целом. КОНЕЦ КОНЕЦ